Всем привет! С вами Маракаси. Сегодня хочу показать бой на тестовом сервере на ПТ-САУ 9 уровня Т95. Все, наверное, знают эту ПТ-шку необычную, у которой довольно нестандартные характеристики, скорость 12-13 км. Еле она ползёт. Выбираю я самую ближайшую позицию, потому что до дальней позиции можно ползти весь бой. Цель у меня была на тестовом сервере. Посмотреть, насколько же хорошо бронирована Т95. В бою я, конечно, встречался против Т95. И это довольно сложный соперник. Очень хорошо бронирован этот танк. Но всё равно, конечно, имеет свои недостатки. Закрутить, например, Т95 на среднем танке очень нелегко. Как вы видите, уже целую кучу непробитей. И пытались меня тут пробить в борт даже. Но всё равно не могут пробить. И меня даже это удивило. Думал я, что если меня засветят, то уберут довольно быстро. Но враги, стреляющие голдой, не могут меня просто пробить. Наверное, попадений 10 я уже выдержал. Вон там ПТ-4, которая тоже наверняка по мне стреляла. Тут я даже подтанцовываю. Хотя незачем. Даже если просто стоять. С такого расстояния пробить будет просто нереально. Если только выцеливать лючки. Но на тестовом сервере, конечно, игроки не самые опытные, как мне показалось. Вот едет С-4. Беззабот. Напихиваю ему, чтобы просто так не наглел. Но я же сам наглею. Мне можно. Потому что броня позволяет выдерживать какое-то нереальное количество попадений. Притом от танков 10 уровня, от ПТ-СА у 10 уровня. Например, в прошлом бою было то же самое. Правда, меня там уничтожили. Но стреляла, по мне, наверное, целая куча врагов. Наверное, штук 6. Никто меня не мог пробить. Вот тут меня только пробили один раз. Вот сейчас второй раз. Но при этом, смотрите. По мне стреляют. И не могут пробить. Значит, мои союзники не получают дамаг. Я тоже не получаю дамаг. Но я наношу дамаг. И союзники тоже наносят дамаг. Значит, враги просто теряют время. Я для них непробиваемая цель. И тем временем, союзники с правого фланга, с деревни, уже атакуют. Обходят с другой стороны. Потому что враги потеряли уж слишком много времени. И сейчас зайдут к ним сзади. К врагам, имеется ввиду. Вот тут выцелил в борт Е4. Пробил, конечно. Точность довольно неплохая. Пушка. Довольно точная. Имеет дамаг. Приличный. Как у любой ПТ-САУ девятого уровня. Ну, из таких мощных. Стоит отметить также, что выглядит довольно прикольно. И имеет низкий силуэт. Тем самым, можно хорошо спрятаться в кустах. Если прокачана маскировка, то врагам будет сложно засветить Т-95. Перезарядка тоже довольно быстрая. Единственное, что скорость просто нереально медленная. Поэтому единственное применение Т-95 это оборона. С дальней дистанции. Но тут возникает вопрос. То, что арта может легко выцелить эту ПТ-САУ и уничтожить. Поэтому, конечно, на обычном сервере будет сложно найти такое место, где можно будет стрелять. И еще, к тому же, спрятаться от арты. Но я думаю, такие места есть. В атаке, конечно, Т-95 не очень хорошо себя проявляет. Поэтому ее так не любят. Из-за того, что она часто просто не успевает. Например, сбить захват или просто добить врагов. Тем самым не набить себе дамага. Все любят дамажить. Но вот когда вот такая вот ситуация, когда нет арты и враги стреляют с дальней дистанции. Т-95, наверное, лучший танк. Не видел я ни один танк, у которого такая броня. Ну и, конечно, стоит на Т-95 очень бояться СТ-шек, ЛТ-шек, которые легко закрутят. Но все равно я считаю, что эта ПТ-шка неплохая. Конечно, это первые впечатления мои. И поиграв на ней немного, я бы, наверное, возможно, изменил бы свое мнение. Но пока что, я думаю, что это одна из лучших ПТ-сов на девятом уровне. Ну, по крайней мере, для обороны. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь на канал. И счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok